Дорогие коллеги, сегодня вот несколько такое особое чувство, потому что кроме того, что происходит прекрасное событие, очередной наш научный семинар, чтение научное, кроме этого есть еще очень большое такое личное чувство, потому что я все 44 года, которые я прожил и проработал в большом университете, не мог представить себе свою профессиональную сферу без Раймонта Генриховича. На самом деле это очень здорово, когда мы говорим о едином пространстве, о едином научном пространстве, о едином человеческом пространстве, о едином педагогическом пространстве, мы как раз и имеем в виду таких людей, как Раймон Генрихович, потому что именно такие люди создают вот это общее пространство, в котором мы живем, в котором нам хорошо. Раймон Генрихович удивительный ученый, человек, который оставил после себя целую школу, и наш университет может гордиться тем, что такой замечательный человек, ученый, в нем работал. Я думаю, что мы, наверное, будем создавать такую галерею наших замечательных герцоговцев, и там, конечно, будет и Ожегов, и там будет Выгодский, и там будет Бубрих, и вот среди них, безусловно, почетное место будет занимать Раймон Генрихович. Дорогие друзья, я Вам желаю успешной работы, я думаю, что наша задача, так сказать, не только помнить, мы всегда будем помнить Раймон Генрихович, но и сделать все возможное для того, чтобы его школа развивалась бы, чтобы мы продолжали лучшие традиции, которые он нам передал. И не случайно у нас сегодня вот в этом зале столько замечательных ученых, и только из нашего университета. Это очень здорово. Мы действительно вместе, благодаря Раймону Генриховичу. Спасибо Вам большое и успешной работы. Спасибо. Я хотела еще, пока Геннадий Алексеевич подходит, сказать, что Раймон Генрихович очень высоко ценил работу Сергея Игоревича. И это я знаю не понаслышке, поскольку это говорилось мне лично и неоднократно. Спасибо. Спасибо большое. Во-первых, спасибо за приглашение. Для меня это большая честь присутствовать на научной конференции, посвященной Раймону Генриховичу. Вот Сергей Игоревич задал сразу такой численный тренд, сказал 44 года. Я боюсь сказать, сколько лет, поскольку я с Раймоном Генриховичем познакомился в 69-м году. Ну, немножко, наверное, больше, чем в 64-м года. Точно не буду считать. К сожалению, моя научная сфера и поле деятельности Раймона Генриховича совершенно не совпадали. И я знаю Раймона Генриховича совершенно с другой стороны, со стороны административной. Так получилось, что я в 69-м году стал начальником научно-исследовательского сектора нашего института, который занимался, кто-то помнит, хоздоговорными работами. Так вот, Раймон Генрихович оказался самым активным ученым нашего вуза, который занимался хоздоговорными работами. Более того, он был единственным из всей гуманитарной сферы, который эти работы выполнял. Причем могу сказать, что вот именно некое количественное становление школы Раймона Генриховича, оно проходило на моих глазах, и я вам могу продемонстрировать следующим образом. Вот в 69-м году Раймон Генрихович выполнил честь хоздоговорных работ. Самая дорогая работа была полторы тысячи рублей, а самая маленькая 300 рублей. Вот на фоне того, что делали физики и химики, когда средняя работа, хоздоговор было 10 тысяч рублей, вот это мне казалось, значит, вот таким удивительно странным и доставляло больше всего работы. Потому что неважно, какой доход дает договор, все оформления и так далее, все нужно проводить в тот же, даже тщательно. Но буквально вот на глазах я видел, как укрупнялись эти работы, как возрастала интенсивность этих исследований. И уже буквально через несколько лет была открыта отраслевая лаборатория, отраслевая научно-исследовательская лаборатория от Министерства обороны. Это вообще достижение, которое потом было достигнуто только в нашей лаборатории нейтрасоединений. Поэтому Раймон Генрихович, я вот знаю как человека исключительно талантливого и организатора, и руководителя. Ну а еще я хочу сказать, что мы с ним пересекались многократно в обществе советско-польской дружбы и российско-польской дружбы. Он был очень ведущий, конечно, участник этого общества и крепительно относился к этой своей ипостаси, что тоже говорит о широте его взглядов на жизнь, на свою работу. А в целом я согласен с Сергеем Игоревичем, потому что Раймон Генрихович, он относится к числу тех столпов, на котором строился и существовал и развивался наш университет. Конечно, и причем это один из наиболее знаковых столпов, ибо, как вот еще уже сказал Сергей Игоревич, это было в общем тренде университетской жизни. И это особенно знаково было и значимо для нас, которые ставили себе задачу развиваться именно по этому направлению. Поэтому я всех поздравляю с сегодняшней конференцией, ну и желаю, чтобы в жизни каждого из нас, вот такие люди, как Раймон Генрихович, они принадлежали бы сколь может. Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, я как представитель администрации не могу принципиально отличаться от людей, выступавших и возглавляющих администрацию нашего университета и выступавших до меня. Если какие-то количественные характеристики приводились, то я прочитал вот сейчас справку, которая привозена к материалам нашей конференции и увидел для себя тоже важное число. 1948 год. Это вот год, когда Генрих Раймон Генрихович начал преподавать в нашем университете. Я так подумал, что связано у меня с этим годом, и вдруг с удивлением обнаружил, что я родился именно в этом году. И поэтому вот для меня, как человека, который всю жизнь прожил рабочую жизнь в Генриховском университете, Генрих Раймон Генрихович стал вот таким знакомым совершенно человеком. И действительно, на протяжении большого числа лет для меня имя Петровского ассоциировалось, по меньшей мере, с другими именами, которые связаны с нашим университетом. Вот, уважаемые коллеги, это действительно легендарный человек, и говорить о его заслугах можно очень большое количество времени, и все равно их все не перечислить. Мне представляется, что Генрих Раймон Генрих видел существенно дальше, чем видели многие в те годы, когда он работал. Ну, взять хотя бы предметные области, лингвистическая география, достаточно, скажем так, узкая часть лингвистики, которая была ему доступна. Развивалась современная техника, появились средства электронно-вычислительной техники. И Генрих Раймон Генрих увидел, что за этим направлением в лингвистике тоже огромное будущее. Возникли системы машинного перевода, возникли работы, о которых говорил Геннадий Алексеевич, и которые делались в интересах наших оборонных ведомств. Опять это было великое предвидение Раймонда Генриховича. Более того, так получилось, что часть своего научного потенциала и видения мира он передал не только нам с вами, но и своей дочери Ксении Раймонговне, которая тоже стала доктором наук в нашем университете. Уважаемые коллеги, иногда говорят, что самое важное для ученого, особенно для ученого, работающего в области образования. И традиционным ответом до последнего времени был приблизительно такой. Нужно передать какую-то часть знаний, которые на протяжении жизни этот ученый накопил. Особенно, когда дело идет о гуманитарных областях, там для того, чтобы приобрести вот этот объем знаний, часто и жизни не хватает. А тем более не хватает какого-то небольшого промежутка этой жизни. И вот я бы сказал, что это сегодня, а может быть и вчера, не самое главное. Самое главное другое, не объем знаний, которые удастся передать ученому, а свое отношение к этим знаниям, свой жизненный опыт, свое видение, направление. И вот мы иногда говорим, что вот я закончил такое известное учебное заведение, а потом мы обязательно добавляем. А лекции кого я в этом университете слушал? И вот есть люди, которые с гордостью говорят, я слушал Нобелевского лауреата, где-то на Нобелевской лекции. И при этом не вспоминают, что сказал Нобелевский лауреат. Сам факт, что я его слушал, это уже событие в жизни. Так вот, в моей жизни было тоже такое событие. Я слушал Раймонда Генриховича Петровского и очень этим горжусь. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. И вот в нашей программе мы постарались отразить в основном тех интересов, которые у него были. Я буду говорить только об одной стороне дела, об инженерной лингвистике как таковой. И вот этот термин сам в российскую лингвистику был введен именно Раймонда Генриховичем. При этом термин, который соответствует ему в английском языке, звучит как «language engineering». Появился немножко позже, но по объему понятий они совершенно совпадают. И речь шла о том, что с точки зрения Раймонда Генриховича инженерная лингвистика требовала обязательно компьютерной реализации тех алгоритмов, тех разработок, которые предлагались, и в частности предлагались в лаборатории. Вот только дальше. Вообще, подробное описание этой отрасли знаний первым дал не Раймонд Генрихович, а Александр Михайлович Кондратов. Мне бы очень хотелось, чтобы мы его тоже вспомнили. Вот Ксения Раймондовна нашла такую совместную фотографию, а в интернете на сайтах Кондратова какая-то такая страшная фотография угрюмого, безумно какого-то напряженного человека, который Саджи Кондратову совершенно не соответствовал. И он действительно был фантастическим популяризатором науки. Книги, которые он писал, как книги популярные, с моей точки зрения, вот этого уровня не достигал и не достигает и сейчас никто. И очень жалко, что, скажем, Кондратовские звуки и знаки не переиздаются, и мы не можем их рекомендовать студентам. Вот те лингвистические технологии, которые разрабатывались в рамках инженерной лингвистики, они стали основой той концепции лингвистического автомата, которую разрабатывал Раймонд Генрихович. И он считал, что в рамках этой концепции должны быть определенным образом объединены самые разные функции лингвистического автомата от аннотирования и реферирования, информационного поиска, опознания языка, машинного перевода. Они должны быть объединены на основе единого лингвистического обеспечения. И вот разработкой этого лингвистического обеспечения и занимались те самые лаборатории инженерной лингвистики и машинного перевода, которые существовали в нашем университете и существуют официально и сейчас под эгидой в управлении научным руководством Раймонда Генриховича Пеатровского. В принципе, в инженерной лингвистике и сразу, и сейчас я бы выделила два направления. Одно, связанное с вероятностным моделированием речи и текста, это то, с чего Раймонда Генрихович начинал, с исследованием статистики речи. И та группа статистика речи, которая была всесоюзной, она как раз и занималась проблемами вероятностного и статистического моделирования. Второе направление – это разработка разного рода лингвистических технологий, которые должны были обеспечивать переработку текста на естественном языке. Это направление, которое, как вы понимаете, тоже никуда не делось и продолжает развиваться. Но сегодня в современном мире эти направления приобрели особую важность для решения задач прикладной филологии в целом. И какие-то вещи, которые были, требования, которые были предложены и заложены Раймонда Генриховичем, с моей точки зрения, не утратили своей важности и должны развиваться по-прежнему. Если говорить о вероятностных методах, то, естественно, потенциал современных компьютеров позволяет обрабатывать, хранить огромные массивы данных, огромные массивы текста, к особым образом их обрабатывать. И если раньше те расчеты, которые были сделаны, в частности, Раймонда Генриховичем и Толева Бектаевичем Бектаевым, по тому, какой объем текста необходим для того, чтобы можно было получить достоверные результаты, он был необходим для того, чтобы понять, сколько нужно текста отперфорировать, проверить и ввести в компьютер для того, чтобы потом можно было получить какой-то результат. Сегодня я, в частности, в Штутгарде, слышала совершенно замечательный вопрос, о том, сколько надо взять вообще текста для того, чтобы получить некий внятный результат. И публика разводила руки и говорила, ну, не знаем, но вот big data, в общем-то, вот возьмите сколько-нибудь. Что я сказала, что вообще в древние времена были проведены расчеты, которые говорят, что текста на английском языке нужно взять 200 тысяч слов употреблений, на немецком 300, на русском минимум 400 тысяч слов употреблений. Но это даже, в общем-то, тот минимум, на котором вы уже можете получить результат. Сегодня то, что мне кажется, в общем, достаточно опасным в этом вероятностном направлении, статистическом направлении в инженерной лингвистике, которое очень активно сейчас развивается, связано с тем, что огромное количество появилось возможностей посчитать любую формулу на лингвистическом материале, а потом либо лингвистам сказать, а теперь вы мне объясните, что эта формула как бы вот утражает, и что мы получили. И очень много методов, связанных с метрик, связанных с выделением терминологии, с оперативным вообще введением терминологии, извлечением информации из текста, связано с применением определенных, достаточно сложно ранее считаемых на компьютере формулы. Сейчас это можно сделать быстро, но вопрос в том, что они отражают. Я хочу напомнить, что вот в своих исследованиях, в своих работах, Роман Генрихович всегда обращал совершенно особое внимание на то, каким образом должна быть выборка, что нельзя сравнивать вещи несопоставимые, потому что вы получите результат, который ничего не характеризует, и то, что если вы используете какой-то математический аппарат, вы должны понимать, что он отражает в лингвистике. К сожалению, сегодня такого нет, и есть огромное количество работ, которые используют самые разные метрики, которые по сути являются евристиками, и в общем-то совершенно непонятно, что они отражают, и каким образом точка превращается в вектор, и каким образом мы начинаем перемножать эти вектора, когда текст – это то, что называется мешок слов, «a bag of verbs». И вот это, мне кажется, очень таким вот признаком, нехорошим, скажем так, поскольку это вещи, которые нужно очень внимательно оценивать и использовать только тогда, когда в этом есть какой-то лингвистический смысл. Иначе мы просто уходим в некие вычислительные вещи, которые к лингвистике отношений менее. Лингвистические технологии в решении нелингвистических задач. Дело в том, что сегодня степень внедрения разного рода лингвистических, не просто информационных, лингвистических технологий оказывается совершенно особой, и требования к этим технологиям и к внедрению оказываются важными. Причем именно в последние годы появился новый термин «промышленность 4.0». Ну вот, конференции, которые проходили во всем мире в прошлом году, они как раз рассматривали проблемы, связанные с промышленностью 4.0, как некоторым особым видом промышленного производства, с автоматизацией огромного количества функций и с опорой на ту лингвистическую информацию, которую задает текст. И отсюда возникает новый термин, который называется «информация 4.0». То есть особые способы подготовки информации. Во всем мире существуют на сегодняшний день уже системы для подготовки информации, но, к сожалению, мы не готовим филологов к работе с такого рода текстами, к работе с текстами технической документации. Мы вообще не готовим их к работе с этими текстами, даже когда готовим переводчиков. Хотя давно известно, что человек может перевести какой-то научный или технический текст, если он может написать его сам. Если человек в жизни не написал ни одного отчета, он перевести отчет не сможет. То есть то, что он переведет, будет нечто совершенно несоответствующее. В рамках вот этих вот направлений, то, что называется «информация 4.0», есть особые требования к документации. И появился новый термин – «language workers». В русском языке нет перевода. То есть это специалист по работе с естественным языком. Потому что «language workers» – это и переводчик, и терминолог. И я обращаю ваше внимание, что вообще и в серьезных компаниях, и на Диком Западе, условно скажем так, терминолог, переводчик – это разные люди. Разные люди работают, у них разные задачи. Это у нас переводчик – одна прислуга за все, которая вот и перевод термина найдет, и термин выделит, и, значит, текст переведет. Это разные люди. И особая компетенция требуется в области, которая называется «technical writing». Ну, мне режет слух вот это вот техническое описание или технический язык. Но, в принципе, у нас просто, извините, как для «language workers» нормального термина нет. Ну, нет его пока. Так и для вот «technical writing». И вот эти компетенции, компетенции должны разрабатываться и должны создаваться, организовываться, вырабатываться на фоне специальных курсов. А я хочу напомнить, тут в основном все-таки сидят филологи, и мы вообще как-то рассматриваем научную и техническую документацию как вещь такую второсортную. Вот художественная литература – это интересно. А вот что там в этой самой технической, что там происходит, как это пишется и что там делается, нам кажется, что это вот не наше дело. Сегодня это наше с вами дело, и мы должны вырабатывать соответствующие компетенции. Вот обратите внимание, есть, вот сегодня есть технический писатель, более того, есть стандарт, государственный стандарт технического писателя. У нас термина толком нет, потому что это и «technical authors», и «technical writers», и «technical communicators». Но есть стандарт, который определяет, ну, в основном, что он должен уметь, и какие позиции он имеет право занимать в некоторой компании. Но, в принципе, понятно, что такого рода специалиста нужно готовить. Нужно готовить, скорее всего, все-таки в рамках магистратуры, причем привлекая в эту магистратуру не только тех, кто получил в бакалавриате филологическое образование, но и тех, кто получил техническое, потому что тогда это будет более осмыслено. И должна сказать, что мы не одиноконопланете в этом смысле, не только у нас, все так плохо во всем мире, приблизительно та же самая ситуация. И с 2015 года идет в Евросоюзе проект «Tech.com Frame», который должен разработать программу дисциплины для подготовки соответствующего специалиста. В этом проекте работают, по-моему, четыре больших университета, которые должны создать такую программу. Мы об этом почему-то не думаем. Но если мы говорим об инженерной лингвистике, то именно инженерная лингвистика должна создать базу для такой программы. Вот это основное, что я хотела рассказать по отношению к тому, что мы, как я вижу сегодняшнее развитие инженерной лингвистики,